Сегодня репортаж идет уже из здания наркодиспансера, где разворачивается госпиталь для приема больных. Сейчас мы ожидаем первых пациентов. Ситуация за истекшие сутки оставалась стабильной в республике, ничем выдающимся не отмечено. У нас также находится на лечении. С начала эпидемии зарегистрировано 57 больных, 32 подтверждено на федеральном уровне. И находится в первую очередь в репортажах, где полностью подготовлены условия для полноценного лечения. И примерно с 10 часов утра первые пациенты начнут поступать сюда. Мы немного разгрузим наши инфекционные госпитали, где немного передвижка. Что бы я хотел сказать? Сейчас в сети много комментариев после моего вчерашнего обращения по поводу того, что я захожу работать. Это делается в первую очередь для того, чтобы реально оценить ситуацию, скажем так, на земле. Для того, чтобы организовать процесс в целом по республике, а его рано или поздно придется организовывать, необходимо четкое понимание, что необходимо медицинским работникам, которые непосредственно контактируют с пациентами. Что необходимо пациентам, которые поступают в подобные инфекционные госпитали. Какое медицинское оборудование должно быть в приоритете. Какие маршрутизации избрать. И поверьте мне, всего этого из окна кабинета абсолютно не видно. Все это можно определить только так, когда находишься сам на месте и видишь все достоинства и недостатки. Нужно определиться, какое это оборудование нужно в первоочередном порядке. И это видно только здесь на месте. Вот сейчас, когда проходишь маршрутом, именно своими ногами по коридорам и все остальные места, становится ясно, что необходимо делать в первую очередь. Также хотел бы сказать по поводу различных политических заявлений в сети. Уважаемые земляки, я хочу, чтобы вы четко понимали, что я являюсь членом правительства республики Калмытия. И я вхожу в состав команды Бату Сергеевича. И я очень благодарен ему за то, что он доверил мне этот пост. И привожу максимум усилий для того, чтобы, ну, насколько хватит сил и здоровья, выполнять те обязанности, которые мне поручены. Когда выкладывают фотографии с нашими больницами, которые находятся далеко в не лучшем состоянии, поверьте мне, я лучше многих из вас знаю, где у нас плохо. И то, что это обсуждается, я полностью согласен с этим. Но опять-таки, за один день все это не изменится, даже за один год. Если говорить, что произошло за последний год в системе здравоохранения, я могу вам перечислить. В первые, скажем так, с 2000-х годов, с 2000-го года, серьезные средства пошли в модернизацию зданий и сооружений системы здравоохранения. Из республиканского бюджета завершается капитальный ремонт психиатрической больницы в поселке Юдном, которая не ремонтировалась никогда в 1967-го года. И вид у нее, по поверьте, ничуть не лучше, чем у того инфекционного отделения, которое расположено в поселке Градовиковск. Сейчас средства КТК идут с этого года на полный капитальный ремонт районной больницы в Ухибуруле. Средства Лукоила перенаправлены на создание хорошего медицинского центра в поселке Трольска. За год, за полтора года установлено 18 новых модульных ФАПов. Завершен ремонт республиканской больницы. Активно ведется строительство городской детской поликлиники. В рамках индивидуальной программы развития Республики Калмыкия уже сейчас создается проектно-смертная документация на новый онкодиспансер и на новый госпиталь для ветеранов войн и геронтологический центр для лечения пожилых пациентов в Республике Калмыкия. И эти все средства направлены, и эти приоритеты выставлены именно главой Республики Калмыкия. И мы очень благодарим за то внимание, которое он окажет в системе здравоохранения. И в ситуации с коронавирусом, может быть вам это и не заметно, но при нашем не самом богатом республиканском бюджете уже более 170 миллионов направлено на различные мероприятия, связанные со снижением, скажем так, ударной волны коронавируса и укреплением материально-технической базы от медицинских учреждений как в Республике, так и в городе Элисталь. Республика Калмыкия одна из первых в России решила проблему дезинфекционных средств. По поручению главы были привлекены установки для производства аналита. И дезинфекционных средств у нас сейчас в Республике в полном достатке. И это собственное наше калмыцкое оборудование, наше производство, которым мы обеспечены полностью. А цены сейчас на 10 средств просто астрономические в стране. Весь мир, не только наша страна столкнутся с коронавирусом, и неизвестно, как долго мы с ним будем бороться, когда будет запретена вакцина. И если бы из нашего республиканского бюджета не были выводители на эти деньги, то сейчас бы мы не имели и половины тех средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, которые уже поступили и будут продолжать поступать по тем контрактам, которые мы заключили. Поэтому говорить о том, что делается недостаточно, поверьте, из тех ресурсов, которые есть у нас в Республике, делается максимально возможное сейчас. И все средства переориентированы именно на ликвидацию последствий ударной волны коронавируса. То, что сейчас медицинские работники различных профессий и специальностей и люди работают в госпитале, лишний раз подтверждают то, что они патриоты и настоящие люди. Сейчас вот я работаю с коллегами, у которых нет ни грамма паники, только полная собранность и ответственность. И я уверен в своих медицинских работниках, что мы с честью выполним тот долг, который должны выполнить. А те, кто осуждает меня, что ли, якобы бросил генеральское кресло, я еще раз повторюсь, что из окна кабинета увидеть все проблемы на первичном уровне просто невозможно. И по одним докладам своих заместителей главных врачей можно сделать ложные выводы. От принятия моих решений, которые я буду принимать в дальнейшем, зависит очень много. Если решения будут ошибочны, то пострадают и пациенты, и медицинские работники. Поэтому я очень хочу вам сказать, это обдуманный и взвешенный шаг, который я совершил. Он необходим для принятия стратегических решений. А современные средства телекоммуникации ни в коем случае не выключают меня из руководства Министерства в целом. Я также продолжаю контактировать с Министерством здравоохранения Российской Федерации и также продолжаю контактировать с Минздравом Республики Калмыкия, потому что я могу сейчас посмотреть глазолепому главврачу в любом районе. Это позволяет следствовать телемедицинской связи. И также продолжаю контактировать с руководством Республики. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые земляки, помогите медицинским работникам. Сейчас количество заболевших нарастает. Соблюдайте режим максимальной самоизоляции. В первую очередь, заботьтесь о своих стариках и пожилых людях. Не позволяйте им ходить на улицу. Они самая уязвимая часть населения. Будьте к ним внимательны. От вас во многом зависит то количество сложных пациентов, которые к нам поступят. Спасибо за внимание.